С кем дрался? С тенью. Ни с кем. Я просто веб вел. Я вчера рассказал что я это какой-то напал на бабушку пытался у нее отобрать сумку я ему так по зубам ударил они разъехались в стороны зашкварные истории всем привет канал стобальный репетитор и сегодня у нас долгожданный выпуск новогодний который будет посвящен зашкварным историям у нас в студии саня эбонит и кей зайчик также у нас студия валентиныч который у нас ведет историю общесознания и новый гости который никогда еще не было на зашкварных историях это азат наш преподатель по физике который может подготовить кг всех даже которые которые не тащат да вот будет будут тащить в общем вставали репетитора это онлайн школа подготовки к егэ и огэ егэ у нас есть по всем предметам огэ пока только математика общество знания и физика от азата география нету она просто здесь была политическая шутка сегодня 31 декабря это значит что вы наверняка нарезайте салатики можете включить нас на фон и слушать наши зашкварные истории они не будут правда аппетитными к сожалению вот но это все зависит от истории но я думаю что вы классно проведете время как 31 17 31 точно мы 31 декабря приехали в студию сняли смонтировали вот продолжаем работы а вы салат режь у нас на канале уже есть несколько развлекательных шоу мы выпустили кто здесь стабальный еще опять скажет ничего мы еще не выпустили может фантазию поэтому обязательно подпишитесь на канал потому что здесь мы не только готовим к егэ но и пытаемся вас как-то развлечь мотивируйте чтобы вам было лучше веселее и проще готовиться к экзаменам но еще приятная новость у нас в описании есть информация по поводу классных новогодних скидок которые идут с 29 декабря по 4 января на наши полугодовые курсы зашкварные истории ну дядь саш ты как право старшего давайте да по старшинству тогда сегодня азат последний почему там никто не хочет пригодить в общем моя история она новогодняя я долго думал чтобы рассказать и такой я ж дофига раз зашкваривался в новый год именно да и в моей истории будет она даже не настолько трешовая сколько она будет грустная и ну там есть про что подумать так скажем начну немножко издалека в общем я когда учился в десятом классе или не даже по 9 ну что такое вот я каким-то образом попал в тусовку старшеклассников там одиннадцатиклассников и мне там так понравилось там было типа ну они крутые они там пиво пьют они там тусуются круто да ну образца 2002 вот там девки уже это этим занимались они могут всему научить там более какие крутые тусовки надо там обязательно тусоваться вот и один раз не потусил вообще супер понравилось там супер было весело 20 лет прошло до сих пор до сих пор кроме девок нет после вот крутой тус и откуда блин надо обязательно новый год устроить у себя и там точно наконец-то это произойдет что клёво потусуешь то чем у них девочка девочка чем занимается одиннадцатиклассницы парни там не занимались там сани был за всех парней да нет там всех позвал бы всю тусовку вот и в общем я к этому готовился прям конкретно то есть у меня тогда родители были при бабле у них был загородный дом и у нас была квартира в москве которая пустовала ты ноги побрил тогда еще не было там волос это хотя может а я их поджег зажигалкой зачем панкуха что поняла ну прикольно интересно вот так вот поджигаешь а зачем волосы брить я не знаю вдруг он побрил вот и в общем там не было телевизора и я помню короче что я отдельно там с папой поехал в магазин и купил туда телевизор же были тогда плазмы для тусовки да но мы взяли именно вот такую лучевую трубку знаешь такая ну гигантский такой телек это был последний раз в жизни когда мы брали такой теле вот в общем я купил туда телек и подготовил еду я не помню как эту еду организовывал то ли я у родителей стрельнул бабла то ли они мне помогали готовить уже вылетел из головы и в общем родители остались в доме а я такой все у меня тусовка там начинается 8 я поехал всем пока и короче приезжаю я 8 и с такой спрашиваю а где вы а ну сейчас новый год пройдем и мы к тебе подойдет пройдет и мы к тебе подойдет и я понимаю что мне вот сейчас с 8 до 12 нужно сидеть в полном одиночестве вот с этим телевизором ну и там это это был тяжелый год я короче просто сижу вот мне настолько грустно вот настолько печально у меня там семья где-то за городом а ты уже тогда был женат с да в общем еще там кто-то заболел и они мы еще поругались перед этим я такой я так ушел чтобы уже точно назад не вернусь никогда вот я сижу понимаю что я один сижу в новый год дожидаюсь 12 звоню еще россия такой ну чё вы придете нки да не ща подожди мы вот хочешь к нам подходи и короче прихожу плазмой и там был старшак один миша короче прихожу к нему и там просто они обычной семьей там мама папа он брат и я такой сижу с ними и смотрю галкина до часу ночи или до двух просто знаешь я вот чувствую себя максимально не в своей тарелке максимально неуместным и думаю нахера я все это делал можно было как нормальный человек с семьей провести потом уехать вот ну и в общем потом мы все-таки собрались на ту тусовку посмотрели мистера бина и уникал зарвали разошли петарду вы не разбросали нет то есть после двух часов вы еще пошли туда да они зашли ко мне потусили два часика ну не касание хоть и уговаривай просто не дико обидно было просто ни хрена себе настроился даже спустя шесть часов был готов я жду своих друзей до конца как хатика сидел целый год ждал они только на следующий Новый год приехали да в общем какая какова мораль этой истории вот лучше организовывайте вечеринки здесь очевиден просто факап с тем что ты не подготовился ты не организовал людей заранее заранее сказал что саня сейчас скажет надо встречать дома в кругу близких семьей не бросать семью я после приезда меня потом 15 лет я не отмечаю с родителями я в 15 лет у нас было вообще это был просто мрак какой-то как мы новый год встречали вот там ну как 15 16 летние подростки одни в квартире на авиамоторной кто-то сорвал карниз кто-то голый по квартире ходит там очень там было нормально было даже он хотел так но у него не получилось надо организовывать все заранее не ну вот вот просто прошлый год было вот так весело а в следующий год когда я у себя все организовал было супер тухло мне знаете что кажется еще они подправят подросли они же тогда были десятиклассники отмороженные а потом стали одиннадцатиклассники взрослые серьезные люди вот эти да они такие вот нам нужно поступить в уст надо браться за голову и все и все в селе закончилось да не просто никто к тебе не захотел этим даже думаешь у тебя тухло быт и они были правы спасибо спасибо что поделился вот этим неудобным моментом вообще проигрывал до сидит в чужой семье смотрит такую же херню которая мог сварить со своей семьей также не интересно проводит время где-то в квартире ждет плазма зашкварные истории что азат конечно я следующее после такой милой истории расскажи нам свою верни к у тебя тоже такая история да да тоже можно задуматься сделать было зимой я сразу извиняюсь если вдруг кто-то эту историю услышит не в том состоянии в котором и надо слушать подальше от еды что путина вырубили чтобы нас послушать кто-то есть там салатик селедку под шубы и тут такой азат и тут я понимаю что жую говно в общем да дело было зимой я девятом классе начал качаться ну вот у меня ты там и закончил качаться нет я просто недавно были операции во рту я не мог нормально питаться это я сильно похудел на 10 килограмм короче короче да начал качаться в девятом классе и ну как-то начал качаться неосознанно да ничего ничего нормально я уже понял так в общем да начал качаться итак в общем в какой-то момент я осознал что там все дело в питании и нужно в общем ну как помимо того что зал ходить нужно еще жрать много вот я очень начал жрать и начал еще добавить закидывать всякие приколюхи типа я начал мешать яйца с молоком и с вареньем ну сырые яйца просто гоголь-моголь такой получился у меня эти вот белковая такая заправочка вместе с углеводными там с вареньем вот этот все и как-то раз это с рот переменным успехом происходило но в целом ничего плохого сильно не происходило там чуть-чуть да чуть-чуть ничего такого так вот в общем одним утром я залился этим гоголь-моголем и пошел в школу как обычно я мама рано приводила там тоже работала в школе учителем рано приводила я там был примерно за час там в семь часов примерно я был уже в школе 720 до как оказалось в общем я достал свой планшет начал играть какую-то игру и почувствовал что да 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 на ипаде дать планшет короче сел начал играть всем ну и чувствую что что-то меня начинает в животе происходить но неприятные неприятности я думаю ничего серьезно все продолжать дальше играть ничего я пытаюсь отвлечь свой мозг от этого происходящего бурления потом приходит еще один накласснику тоже рада приходил усадился рядом со мной сидел смотрел как я играл вот бурлили начинали набирать обороты в животе у меня происходили очень бурные химические реакции и я начал ну чуть-чуть да ну как фляга начала моя шептать как там была история любви очень долго и знаете вот ну есть некоторая обратная пропорциональность между тем насколько это быстро выходит да не тем как это сильно пахнет так вот у меня быстрота выхода было просто миллилитры в секунду там была ядерная так вообще отчет сидел просто рядом со мной но он был очень воспитанный и не мог как бы подать виду что ему что-то не нравится я от боли в животе отвлекаюсь от боли в носу отвлекается в мозгу от того как это происходит ну в общем чтобы вы понимали как это было плохо как это было плохо как это было показываю в разрезе это было даже не похоже на пердеж это было просто что-то металлический такой химический запах потому что потом когда начали приходить одноклассники следующий они просто не понимали что это пропёршенный кабинет даже в камень раковин не было нельзя было сказать что там пересохло типа вот это сифон и то что типа пахнет панализации будет еще одна зажка короче в какой-то момент ауру наполнила весь кабинет и этот одноклассник решил свалить он просто там было окно и такой сейчас я окно открою это жарко открывалась его вот так знаешь туда нельзя было выйти там первый этаж такой снег короче он открыл окно и сел просто рядом с ним вот научим в определенный момент я уже не смог играть потому что мне было плохо у меня вот так мне становится прям ну больно больно держать до сих пор он такой туалет у меня уровень и пройдет я надеюсь это пропадет сейчас уже уроки начинают я думаю тяните но в какой-то точно по что уже ну если не пойти все будет ну совсем короче вот и тут у меня я на пятом этаже учился у меня была школа в универе и я спускался с пятого этажа это знаете что было вот есть спортсмены которые занимаются вот на пределе возможности мирового уровня да вот у меня тоже там был просто предел человеческих возможностей мне кажется что у меня короче она стал тверже раза в три за это время очень прокачанной мышцей в моем организме ночи ну в общем я не пошел вот в местный туалет потому что там даже не было бумаги а было бы очень плохо без бумаги потом после этого спустился вниз взял свои вещи там гардеробе потом доковылял дымок дымок дак в общий путь меня занял примерно 10 минут страданий и мучений и короче я дохожу до макдака все захожу в туалет ну делаю свои дела и туалетки нет нет туалеткой было все прошло нормально то есть ну как нормально относительно я там просидел 15 минут это же сидел играл планшет короче типа чем ладятся дальше в общем сидел играл все там все закончилось принципе без особых ну вы все знаете как это происходит когда может у вас млада как по-другому и в общем в общем самая жесть произошла когда я вот сижу играю в планшет и чувствую что ну чё ну кто-то навис над туалетом а там была одна кабинка только кто-то вот навис и ждет стоит вот так мнется рядом с туалетом я думаю я я ему сегодня очень солидарен поэтому я закончу побыстрее все закончил все дела свои сделал вышел и знать человек был воспитанный у него не было такого что он мог проявить какое-то но негодование по поводу того что ему не понравилось то что он там почувствовал но этой воспитанности ему хватило типа на три секунды зашелся да я стою руки мою и он такой эмоционально это сделал я просто ни разу такого не слышал в общем я стою ржу и ну и в общем на этом история закончилась в общем я зашкварился перед своим классом и перед этим челом больше мне этого чела жалко наш класса класс не было панк это так и не понял окно открою пиртый даже от истории ты фарш зашкварные истории у меня тоже есть история про говно давайте мягенько перейду к своей теме но мне кстати она не новогодняя а летняя мы где-то мне не знаю я подросток там может быть пятнадцать шестнадцать лет и мы поехали делали такой вы из большой компании причем там все были родители и дети взрослые вот кучу кучу всех а я был ну что-то типа там знаешь помощником по быту то есть моя задача была приехать вот мы приехали всем лагерем в автобус а это типа в степи там приехали ну там деревья какие-то были мы ставили палатки и должны были вырыть там толчок то есть толчок такой знаете самодельный просто копаешь яму условно стил из досок там доски уже были заранее подготовлены и нужно было вот какой то есть палаточный тент вот натянуть вот так вот все это сделать вот а я чуть приехал и ну как-то растерялся что-то нет не то сделал палатки вроде поставила туалет ну забыл вырыть то ли еще не успел и мне самому очень приспичило срать а туалета нет даже соответственно за него я его не сделал и и прикол в том что деревьев было ну типа четыре понимаете это голая степь четыре дерева где где стоит палатки и негде посрать вообще я такой думаю блин ну вот если даже на три километра отойду все увидят я сижу и как в общем а на рядом было озеро но озеро было как вы понимаете тоже ну типа она просматривается ну на сто процентов и она вот прям как бы может сказать наш палачный лагерь был на берегу этого озера я ничего не придумал лучше как посрать в озере и причем плавая если бы я какал на берегу опять бы просто тупо бы все увидели ну да у меня не было никаких вариантов а мне очень хотелось я отплываю подальше где-то ну там условно на другую часть этого озера она не очень большая и вы когда-нибудь пробовали как эти в воде нет я же не мразь я видел такой результат как бы ребята давление как минимум больше это тяжело капец это я не знаю как там насчет твоего но мой точно был прокачан очень хорошо потому что ну типа мне просто даже стыдно это рассказывать я заплываю снимаю плавки пытаюсь сесть в воде плывя руками пытаюсь делать какие-то движения чтобы но а стоя вообще деду вообще непонятно как там там давление жесткое вот короче я вот так спускаю спуска плавки идти поплыву сидя и начинаю ну а ничего не выходит просто реально ничего не выходит и я такой подумал ну типа вот и если ничего не получается что надо делать надо давить себе на живот я одной рукой грибу второй давлю себе на живот и самое ужасное самое ужасное это когда у меня получилось потому что как вы знаете короче выплывает рыбка боже нет вот саня продолжать твою историю рыбам все понравилось рыбка подводный мир не принял это жопы та самая рыбка и вот да вот такая рыбка короче выплывает а я понимаю что я хочу еще поэтому я чуть-чуть отплываю блин я подумал выпала та самая рыбка вот короче я отплыл сделал это еще раз потом приплываю и на меня там орут теперь почему туалет не сделал спать а я в вот там и там занята в принципе вас еще много локации какая не выроет это потом не пришвартовалось скваша была не знаю что потом не на принципе ну да 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 с чистой плохо хорошо что она была твердой да а то так молекулярный слой по озеру распылся катастрофа как не развивается за шкварные истории в общем история про то как я ну получается взял взятку ух ты сегодня утром вспомнил про эту историю короче я работал в частной школе то есть поэтому хоть государственный можно наверно взять взятку учителю вот а в частной как бы это странно история ну и мне я такой зашкварная история надо что-то такое что я могу рассказать что мне стыдно но я все-таки могу это рассказывать есть истории которые не хочется рассказывать совсем уж ни в какую не хочется рассказать но это можно в общем это был год скорее всего канун нового шестнадцатого года скорее всего где-то так приблизительно там сложно сейчас установить ну вот у меня в школу пришел новый ученик кавказская семья очень интеллигентная донтисты армяне вот очень слава богу ну а были в чеченце ты мне рассказал у меня кстати был отличный ученик чеченец и матом адаев отличный парень баба борец вот короче он без акцента говорил короче ну пришел ну принёк принёк футболом что-то занимается ну такой нормально обеспеченная семья частная школа но но не шибко прям старательный и ну как бы он что-то приходит что-то делает я там ставлю какие-то оценки ну там по тройку поставлю то четверку поставлю ну как что-то делает что там отвечает вот доктор и историю знает вообще идут как бы ну мне как-то его его отец он вроде как приезжал в школу вот и там учителей как-то поздравлял с новым годом а меня как будто бы в этот момент не оказалось или я уж ушел просто раньше еще чуть-чуть на какие-то дела были свои вот и мне звонит завучи госпрошу вот вас очень хочет с вами пообщаться отец вот мальчика надо вообще от меня вот ну типа я я тут причем еще учитель истории как бы это 10 10 сортный предмет как бы кому вообще интересно ну ладно говорю но если очень надо как бы прям сегодня вот мой адрес пожалуйста если мы прям так сильно надо приезжает этот датчика папа ну там за 40 вот очень интеллигентный такой тест я тогда еще поразило это я и тогда был ну такой очень скромно жил его там приезжать на мерседесе вообще это было что-то вот видимо с водителем и такой драсьте да раз не спустился как-то спустился как просто ну как вот как дом был одет этому зайти ну что ты такая херня да вот ну и он такой конвертик мне протягивает вот ну ладно конверта сказал не он такой ну вот здрасьте да хотел вас там снова там поздравить там еще что-то такое подождите но но трех тысяч это взят ну вот короче говоря и это вот это вот ну хотя какая взятка в частной школе да ну короче это вот канун там 16 наверное года ну конвертик протягивает ну там какой-то такой неудобный разговор на десять секунд вот все все как спасибо а мне еще нет а я еще так не я еще так нехотя на самом деле спускался же вы считали а давайте ездит вот я так нехотя спускался потому что ты еще чего-то он хочет что-то как бы там да но мне это вообще не уперлась вот ну мне так еще неудобно за это было на спускаюсь беру этот конверт я не знаю что там чему хочет вообще ничего не говорит да вот такой невинный что я вообще не знаю что там ну типа но я не думал вообще просто короче я поднимаюсь вот открываю дали день открываю конверт а там бешеные деньги по ну по тогдашним моим меркам и там не просто в рублях там в евро и там ну что-то такое но типа там да там что такое типа 100 или 150 евро что такое для меня и тогда были ну просто ну сейчас вообще гаде не маленькие тогда это может даже больше было уже были бешеные деньги просто так приехать мне преподу учителю в школе это где-то десятка не тогда 7 с половиной мне кажется курс тогда был тоже в районе 60 евро на сне и а да ну мне кажется тогда курс повысился после известных событий на вот и ну это были большие деньги но тебя в зарплату в школе учителя мне кажется было типа в несколько раз больше чем вот эта вот сумма я небольшая зарплата репетиторство еще чё-то может он думал что тебе на шторы сдавать вот ну это были бешеные деньги да такой дедушка мороз привез вот такой вот подарок не рассандр был каш приятно но ты понимаешь неудобный момент что тебе как бы привезли деньги ну тепла как бы с новым годом поздравили но это деньги ну как бы наверное ты должен дальше как-то быть повнимательнее к ребенку да вот мне это не сказали но как-то ты такой ну наверное это так типа работает я не знаю это первый последний раз очень когда у меня такой ситуации оказывался ну и ну да я там после нового года я как-то так ну троечки уже ставить двойки он типа мало принес что так наверное я буду просто повнимательнее я так неохотно спускал смотрю там чел со стволом дорогие ученики легбеза если вы выгнали из курса за то что вы не знали три домашки то 150 евро и можно вопрос решить этому история конечно не очень ржачная вот но ну да я считаю зашкваристая такая ну а что я мог где но мне протягивать к я должен сказать иди на своем конверте отказаться ты мог только вот такой что я на них куплю не но тогда правда это были прям я так был про них только продам свою совесть ну да примерно так ну вот так что такая вот история не знаю насколько это стыдно кажется ужасная история вот хуже сегодня не звучало ну как бы у нас они просто веселые а у тебя они про твою сущность лучше бы ты обозрался так по сути это и произошло это последнее мое участие зашкварных историй зашкварные истории так ребят вы прослушали все наши четыре зашкварные истории и давайте попробуем выбрать среди нас победителя самую зашкварного преподавателя с тобой нам репетитор и поэтому пишите комментарии какая история вам показалось самый ужасный самоотвратительный самый-самый зашкварный звучало как-то не очень про самую зашкварного преподавателя чемпион чемпион по накачанному анусу орехи можешь лопать резким а есть какой-то тренажер специальный конечно вот с раньем в воде с негащением можно сказать с дополнительным давлением вот так вот у нас получился выпуск вы узнали кое-что про нас новая зашкварная надеюсь что вы от этого души посмеялись это время провели с удовольствием поэтому поставьте лайк на это видео подписывайтесь на канал потому что здесь будет много много мотивации и если вы хотите заниматься у таких зашкварных преподавателей если вы все еще хотите заниматься у таких зашкварных преподавателей у нас в описании есть вся информация на наши полгодовые курсы которые стартуют в январе до по всем предметам о г по физике коза то егэ по физике ксане история общества знания егэ это валентинович и я готовлю к егэ по профильной математике мы это делаем давно и делаем это круто в общем чтобы не обосраться на егэ приходите учиться к нам успехов и с новым годом пакетова пока пока зашкварные истории и ну как ты начал кататься неосознанно до поражения